всем привет с вами шим очень рада видеть вас на своем канале и сегодня я сделаю обзор на свою сумку для пеленания и того что находится внутри у меня на той же фирмы что и моя коляска джулс выполнена она из серой джинсы по бокам два отделения термоса в этих кармашках у меня всегда в одном из них наша смесь уже готовая на всякий случай может теперь на искусственном скармливание потому что у меня закончилось грузное молоко к сожалению поэтому приходится кормить смесью мы пользуемся каунгейтом многие очень спрашивают какой мы пользуемся и на случай если где-то надо будет срочно покормить ребенка у нас всегда есть уже готовая смесь другом к кармашке если мы едем надолго и стоит бутылочка внутри сумка вот с таким материалом мягким как и коляска в таком кремового цвета стеганая поверхность сумка тоже изолирует холод тепло то есть внешнее воздействие здесь она выглядит таким образом принципе она полу пустая обычно когда я гуляю еще кладу туда сверху шапку перчатки могу телефон кошелек в общем зависимости от того что мне нужно сейчас здесь только детская если у нас нет срочности то есть мы едем в гости знаем что надолго я всегда беру с собой смесь сухую которую мы каждый день даем тоже каунгейт если гуляем надолго уходим из дома то заранее наливаю теплую воду как раз если мне надо сохранить тепло то я ставлю эту бутылку вот боковой боковой отдел термос ну то есть вот эту а если у меня очень горячая смесь часто бывает вот я чувствую горячая вода мне она понадобится через два часа я наливаю кипяток я знаю что через два часа как раз будет примерно где-то 35-40 градусов и поэтому оставляю в обычном от сей здесь у меня идет в наборе сумка шеи вот такой мат для пеленания двухсторонний то есть он тоже очень такой плотный он можно на холодное классе ребенок не замерзнет но именно прохладная то что он как пенка то есть специальный утепленный чтобы не проходил и холод до ребенка так вот он складывается удобно я его на самом деле использую так как я в холодных местах ребенка я не пеленаю я его использую то чтобы себе под попу подкладывать если на холодной лавочке надо будет посидеть убирать на стол все что у меня я вам показываю чтобы было видно внутри у нас какая-нибудь погремушка игрушка всегда для ребенка мало ли там в дороге понадобится здесь два таких кармашка на липучке они очень вместительные у них у меня лежит одежда сменная на всякий случай в одном кармашке лежит один слипик другом таком же кармашке лежат бодики с другой стороны другой стороны есть такие сетчатые отделы тоже довольно таки вместительные тоже на липучке в одном из них у меня всегда лежат мелочь всякая то есть носочки и царапки царапки опять-таки повторюсь нас ребенок себе ни разу не царапал ни разу не пытался они от холода я одеваю как варюшки сейчас кстати шерстяные надо будет положить в другом отсеке у меня лежит на всякий случай судо крем маленький такой потому что просто мне где-то его дали подарок маленький на самом деле мы попу ничем не мажем под подгузник и правильно что мы так и делаем потому что здесь все врачи говорят этого не делать это портит кожу и как раз наоборот будет больше потнички и каких-то проблем за все время нас ни разу не было проблем с кожей тьфу 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 ребенка идеальная кожа ни разу ни потнички не опрелась ничего не было и мы ничем не мажем и не моем никаким мылом то есть только водой либо мы пользуемся салфетками позже покажу и здесь же в этом отделе у меня лежит инфокол если вы меня смотрите давно то вы конечно же уже знаете что моего ребенка проблемы с отрыгиванием то есть он очень много отрыгивает это семейное наследственное в нескольких поколениях поэтому все нормально это норма и ничего в этом страшного нет инфокол от этого очень сильно помогает в принципе все получается вот свободное отделение вон там сколько места можно туда очень много всего напихать если говорить по поводу сумки очень она красивая но очень тяжелая то есть я эту сумку взяла я знала что сама я ее носить не буду только на коляске она будет висеть поэтому для коляски отлично но если на себе носить именно с ребенком в транспорте не на коляске она очень тяжелая и не советую но я люблю чтобы все было красиво что все сочеталось поэтому у меня конечно был принципиально покупка именно этой сумки для моей коляски но сейчас я понимаю что эргономика внутри как она устроена очень очень удобно следующее карман спереди то есть вот у нас застежка спереди находится на молнии позже я покажу вблизи с разных сторон эту сумку уже когда она будет пустая здесь очень и очень много всего помещается сетчатый карман он уже очень большой на всю длину сумки в нем у нас лежат документы кирана его книжка медицинская всегда с собой на всякий случай также письма из разных госпиталей в котором мы проходили разные обследования это его аппоинтменты то есть письма где назначают ему прием врачей педиатров в общем все документы которые кирану нужны но естественно не свидетельство о рождении те которые в срочном порядке могут понадобиться и вот в другом отсеке у меня уже все для смены то есть здесь у меня лежит одна или две пеленки если мы пойдем в гости чтобы могли постелить эту пеленку одноразовую на кровати и там спокойно поменять ребенка тут же у нас салфетки как раз о которых я говорила они считают самый лучший для детей нам в роддоме в госпитале только их советую другими категорически не пользоваться они довольно таки дорогие но у нас попа в идеальном состоянии поэтому могу смело советовать они полностью на воде вот так они называются в общем смело советую и также здесь конечно же у меня двое подгузников двое потому что мало ли одного может не хватить всегда подгузника у меня два это даже в общем вот это все все что у меня на столе тут это основной наш набор и картинка тети у нас потому что мы ее любим тоже тут тетя тут бабочка когда он был маленький у меня вот эта тетя он очень смеялся когда я показывала сейчас он уже не обращает внимание почти она ему надоело слюнявчики еще обычно лежат но вот последние дни мы как-то ходили без них то есть на прогулки слюнявчики конечно я не беру а если в гости обычно еще лежит там слюнявчик но дальше я же вам покажу как эта сумка выглядит вблизи также как и на коляске здесь идет стеганая такая кожаная заплатка с наименованием фирмы все молнии естественно хорошо отстегивается так выглядит внутри наполнитель у этих термосов то есть вот это вот тепло удерживающая честно скажу сначала не нравилось то что тут ремешок не полностью вот такой сейчас понимаю что это практичнее он скользит лучше регулируется это наплечник есть очень хороший очень удобный мягкий то есть какой бы тяжелой ни была сумка вот этот наплечник как-то распределяет хорошо вес она на липучках эта часть ее можно отсоединять вот эти веревочки именно на них и крепится сумка на коляску таким образом потом если буду снимать обзор на коляску то покажу сзади выглядит сумка вот таким образом спереди вот таким прострочка здесь рыжий идет под цвет кожаных вставок она застегивается на магнитах вот он передний отсек который вам показывала где находится вот здесь за сеткой находится документы обычно здесь все для пеленания также этот отсек водонепроницаемый кстати очень важно это то есть вы если попадете под ливень на сумку конечно же чехлов от дождя нету у вас внутри ничего не промок и вот эта ткань тоже влагоотталкивающая и вот как у нас выглядит сумка внутри вот эти карманы на липучках где у меня лежат вещички обычно так вот она выглядит то есть такое квадрачное дно что очень удобным делает помещение туда разных вещей вот они на липучках кармашки проста и очень удобно мне все расположено на этом я буду заканчивать надеюсь вам было интересно это видео если это так то ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео желаю всем отличного настроения до новых встреч пока пока пока